Важно то, что мировые цены на нефть упали приблизительно на 10% на фоне рапортов член стран ОПЕК и стран нечленов ОПЕК о том, что соглашение о сокращении добычи нефти реализуется по плану. Россия, в частности, уже снизившая производство нефти на 120 тысяч баррелей в сутки, обещает к концу апреля выйти на планку 300 тысяч баррелей в сутки, что является ее обязательством в рамках упомянутого выше соглашения. Между тем, добыча нефти в США растет. Она достигла уже 9 миллионов баррелей в сутки. Таким образом происходит то, чего опасались многие нефтедобывающие страны при подписании соглашения об ограничении добычи нефти. Сокращаемые объемы будут восполняться другими странами, прежде всего США. Значит, мировые цены на нефть сильно не вырастут. Они и не выросли. Нынешний уровень около 50 долларов США за баррель уже ниже уровня цен при подписании соглашения об ограничении добычи нефти. На момент подписания цена была 53 доллара США. Получается, что надежды на цены хотя бы в диапазоне 55-60 долларов США за баррель не оправдываются. А российские экономические власти уже рассчитывали на дополнительный 1 триллион рублей в результате более высоких цен на нефть по сравнению с ценой, учтенной в законе о федеральном бюджете. На 2017 год цена заложена в 40 долларов США за баррель. А что же дальше? Может это недолго? Может опять разворот и цены вновь пойдут наверх? В том-то и дело, что все говорит не в пользу такого развития ситуации. Резкое снижение мировых цен на нефть, наблюдавшиеся в последние дни и только чуть приостановившиеся, будет поддержано предстоящим повышением ставок Федеральной резервной системы. А что такое повышение ставок ФРС? Это удорожание доллара, господа. Мировые цены на нефть номинированы в долларах. Значит, это автоматически оказывает понижательное действие на мировые цены на нефть. Плюс уже фиксируемое затоваривание нефтехранилищ США. Плюс приняты новой американской администрации решения по упрощению доступа частных компаний к нефтеносным земляным участкам. Именно то, что обещал сделать Трамп. Сегодня реально начинается второй этап сланцевой революции в США. Россия проспала первый этап, будучи уверенными, что все это ерунда. Помните истерию, которая была по телевидению 2-3 года тому назад, когда всю эту историю со сланцевой революцией как только не обзывали в России. Правда, оказалось, что это не ерунда. Но вот набраться смелости и признаться в этом так и не смогли. Поэтому вопросы теперь скромно помалкивают. А тем временем получилось, что мировые цены снизились с более чем 100 долларов США за баррель в первой половине 2014 года до менее 30 долларов США за баррель в самом начале 2016 года, как будто бы без особых видимых причин. Потом решили, что все эти сланцевые перспективы исчерпаны. Но это тоже была ошибка. И в первый раз не учли столь быстро совершенствующиеся технологии сланцевой добычи нефти. А во второй раз не учли то же самое. Между тем, на фоне договоренности ОПЕК к подросшей в 2016 году цены на нефть, следовало обратить внимание на то, что рост буровых установок сланцевой нефтедобычи наблюдается в США последние годы очень стремительно. Если бы это было невыгодно, они бы этим не занимались. Специалисты предупреждали, что именно весной 2017 года следует ждать нового явного роста добычи сланцевой нефти в США. Сланцевые нефтедобытчики сегодня вполне комфортно себя чувствуют уже при цене 40 долларов США за баррель. А я со своей стороны могу сказать, что цены на заправках действительно падают на глазах. И этому нельзя не радоваться. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok